Просто, Глюк, не, я еду потихоньку, смотри. Я тоже, но не так, как хотел бы. Но я тоже еду не так, как хотел бы. Что за фигня? Семь утюг, с вами Глюк и Квантум. Всем привет. Ребятки, мы собрались здесь, чтобы сделать поршневые болиды. С 8 поршнями. А если тебе нравятся поршневые постройки, то ставь лайк, а мы начинаем. Поехали. Мы готовы. Сегодня мы используем ровно 8 поршней. Для автомобиля это будет капец как жирно. У нас есть вопрос. Типа, у нас поршни должны располагаться строго вертикально. Правильно? Я хочу пиццы. Потому что если мы сделаем горизонтально, мы оба улетим. Если бы ты не задал, я бы поставил горизонтально с обломом назад. Я бы тоже. И тогда это была бы не голка. Раз такая история пошла, тогда давай оговорим правила. Что использовать ускорителями ракетных двигателей строго вертикально вверх. Горизонтально ставить нельзя. Вот ты гад, если бы ты не задал этот вопрос, я бы сделал именно так, как ты сказал. Сейчас еще думаю так. Расположу-ка несколько поршней. Вот так вот горизонтально. Ну ты мурло, конечно. Вот так вот, да. Вот и все. Все тебе поломал. А если бы ты не сказал, мог бы использовать. И я бы использовал вот этот мурло. Ну и что, это был бы полет. Это было бы состязание самолетов. Ну неплохо. Почему нет-то? Ну не, не, не. Это не так круто. Чувак, иди сюда. Что такое? На секунду, иди сюда. Он тебя тоже парит? Нет. А, левитирую? Да. Упал. Что это такое? Он себя настолько испорчен, что я ожидал увидеть дым из него какой-то. Испорченный квантум. Пропал. Никуда я не пропал, я здесь. Все нормально. Я строю двигатель. Испортился квантум. Сфига ли я испортился? Ты сам сказал, что ты настолько испорченный. Ты испорченный. Ты сказал, что ты испорченный. Сам сказал. Это что, клюва протухшая, что ли, тебе? Я не знаю, это верно. Он берет меня, оскорбляет на ровном месте. Вот как так можно, скажите мне? Так же нельзя ведь, правильно? Так же можно, правда ведь? Так, вроде все целостное. Теперь давай, проверяем, будет ли оно рассыпаться? Вот, вот эта штука работает гораздо стабильнее и лучше и провереннее. Господи, какая божественная схема просто. Да. По тактам эти такты, они очень много значат на самом деле. Особенно их нужно налаживать под нагрузкой, поэтому сейчас я пока не буду ничего дальше доналаживать. Оставлю все так. А, какой он большой у меня. Ух. Здоровяк. Excuse me, why? Так, хорошо. У меня теперь новые технологии. И пока что они работают. Здорово. Ага, сразу зыркать, а? Сразу зыркать. В следующий раз надо будет ловушку сначала предварительно установить возле входа. Чтобы он такой же. Здорово. Ты злой, значит, да, такой оказывается? Есть немножко. Короче, пока это говно вращается, надо его фигашить уже на шашью какую-нибудь, чтобы оно прям совсем хорошо было. Сейчас, конечно, вопрос, как мне правильно на ось все это вывести. Ой, терпеть не могу эти карданы. Прям не даются они мне. А какие у нас колеса будут? Мы решили? Нет. Давай решать, какие будут колеса. Что-то там все зависит. Расчитать будешь. Но мне нужно рассчитать. Давай посмотрим, какие колеса здесь есть. Я предлагаю большие колеса взять. Стандартные большие. Сейчас так вот одним бравым движением. Так, тут приварено. Значит, смотри, вот это убираю к хренам. А дальше? А дальше? Смотри, вот убрал ее. Ага. Все, ненужная деталь. Можно просто выкидывать ее. И вот это тоже ненужная деталь. Можно ее тоже выкидывать. А вот эту штуку нужно туда присобачить. Это приколдесно сейчас будет. Так. Раз, два. Угу. Вот, вот сюда будем сажать сейчас. Ха-ха-ха. Главное, чтобы оно встало. Да. Хренак. Ха-ха-ха. Вот это хорошо. Вот это отлично. Я пока парюсь от ладкой двигателя. Глюк уже там добивается каких-то высот определенных. Ха-ха-ха. Это отличные высоты. Ха-ха-ха. Ты был прав, да. Мы справились с этим явно быстрее, чем... Чем могло бы быть, скажем. Могло бы получиться все гораздо медленнее. Ты удивительный человек. Ты умудрялся делать какие-то коленвалы и хрен знает вообще что. Быстрее меня. Еще там какие-нибудь передачи. А тут ты, глянь, застрял. Потому что я хочу что-то интересное сделать. А. Что-нибудь новенькое, да? Понимаю, понимаю эту тягу. Жесть, Глюка, там трындец какой-то. Вообще нафига. Что за... Сам в шоке, чувак. Трындец мрак какой. Да нет, нормально пока. Смотри. Тут проблема в том, что два двигателя крутят одну шестеренку. Она никак не хочет вращаться. Она что-то постоянно где-то застревает. Что-то никак не может провернуться спокойно себе нормально. А с чего она застревает? Бесит меня. Да, а вот хрен знает. Странно. Если он так работает, значит он обо что-то отцепляется, Глюк. Заработал. Так это не полная мощность. Это половина шестеренки. Трындец какой-то. Не, Глюк, я сделаю куда проще. Я сначала проверю, вывезет ли моя тачка всю эту нагрузку. А после этого я уже буду делать дальше. Почему? Вот что она тут уцепляет? Ребятки, короче, дело в чем. Мы тут кое-что накуролесили и у нас потерялись наши двигатели, постройки, машины, заготовки. Вот это все. Короче, мне заново все пришлось перестраивать, пересоздавать. И Квантуму, кстати, то же самое. Но он просто потому, что немножечко кривой. Спасибо, то есть ты накуролесил, а я просто кривой. Да. Вот, у него тут новые технологии какие-то странные. Я не знаю, чем это все кончится. Возможно, это все взорвется. Может быть, нет. Давайте смотреть. Я пока что дальше продолжаю собирать двигатель в том месте, где я его закончил собирать. Примерно. Вот. Вот и все, в принципе. Вот и все новости. Печальные, грустные. А Квантуму, Ло. Печально. Во, во, во! Что началось? Ну, надо было добавить что-то. Мне нечего было добавить. Вот ты в прошлую серию меня оскорблял. Сейчас меня оскорбляешь. Глюк какой, а? Напиши в комментариях, если ты... Скажи еще раз, что ты мне сказал только что. Я тебе сказал, что Квантум самый лучший на свете человек. Нет, у меня только что сказало, что я Мурло. И вот видишь, как это самое... Отвидите, у него галлюцинации, он на меня гонит. Иди сюда, посмотри на эту хрень, глюк. Ну, допустим. Ой, господи, ты что, коробку передач решил сделать? Ты это, ебнулся, что ли? Ты что? Ну, шанс того, что я никуда не уеду, там, равняется в 80%. Что ты сделал? Запустил. А, 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 это знаешь, как все... Интересно. То есть заводится он у тебя... Ладно, я пошел. От этих космических технологий могут быть беды. Глюк посмотрел, как оно заводится, такой, ладно, я пошел. Так, надо залезть куда-нибудь побезопаснее. И вырубаем. Значит, двигатель запущен. Это минимальные обороты, то есть минимальная мощность. Включаем передачу. И... О, что с вами? Не говори мне, что ты поедешь на этих колесах. Я просто офигею туда. Че, подожди, я дерну коробку раз. Глюк! Че, ты поехал? Ой, да иди ты в жопу, а! Я тебе повышенную рублю. Я на пониженной еду, я пониженную передачу сделаю. С вашими коробками передач, блин. Так я ж на пониженной поехал. А сейчас повышенную бахну. Ну и он ее не тянет. Да. Повышенная не идет. Я только из-за пониженной вывожу. Так, Глюк, иди сюда, зовите на презентацию. Прямо... Сейчас приду, подожди минуточку. Мне самому просто интересно. Колеса тут валяются. Тут все вот бардак какой-то. Что тут? Что тут, деду, показывай. Сейчас, подожди секундочку. Я сделаю раз. Это так. Это, короче, буквально вот. Два, три и четыре. Так, смотри, готов? Врубаем двигатель. А что ты сделал? Охрен знает. Подожди, я сейчас сам не понял, что я сделал. Стоп. Гений. Стоп. А, дубина, я креслом подвернул. О, нафиг. А я сам такой, типа, что за фигня? Смотри, врубаем двигатель. Работает. Работает. Врубаем прямую передачу. Ну, работает, да. Это прямая передача. Блин, коробку передач собрал. А что быстрее, прямая или пониженная? Прямая, судя по всему. Ты прямую догнать не можешь. Да гребаный йот, иди нафиг. Я не буду за тобой так бегать. Что такие-то? А какие-то запчасти отваливаются. Очень тяжело. Очень тяжело, конечно. У меня отваливается что-то? Ну нет, визуально у меня лагает, и что-то от тебя отлетает. Но потом возвращается на место. Ну ты, кстати, даже, по-моему, меньше получился, чем я. По размерам. Иди сюда, давай посмотрим, что получилось. У меня очень маленькая скорость. Мне это не нравится. У меня не выше. Так, может быть, ты более тяговитый будешь. Мы же еще груз таскать будем. Может быть, но что-то я сомневаюсь. По-моему, это вообще фиаско будет. Помнишь, как я тоже построил грузовик, который был в разы лучше твоего, и ты меня выиграл потом по итогу? Хотя он был быстрее твоей тачки, он потом в гору не заехал. В другую сторону разверни. Е-м, ладно! Мне кажется, моя машина понравилась твоей машине. У меня, понимаешь, в чем проблема? У меня один раз из десяти он правильно раскладывает шестерни. Ну давай пытаться. А у тебя нет такого, да, вообще? Ну тебе все равно старт встать нужно, и все. И там ты как бы уже встанешь, все, ты же не будешь таскать. Но если тебе правда что-то вылетит, и тебе нужно будет ее переспаунить, это будет большая проблема для тебя. О, наконец-таки! Ну, давай твою тачку посмотрим. Давай. Что расскажешь про нее? Я расскажу, что я заюзал вот эти шестерни, и они огромная проблема, огромный геморрой, потому что они периодически раскладываются неправильно, но переворачиваются, начинают это бесит. А еще вылетают поршни, а в остальном вроде бы все прикольно. Тут видишь, два двигателя по-фальсу. В принципе, я понял, твой задний мост только работает, прикольно. У Глюка, в чем прикол, у него два абсолютно разных двигателя, которые работают абсолютно по-разному, но дружно, в одном темпе. И вращают задние колеса. У меня же все куда проще сделано, у меня просто один двигатель, и просто залазь, смотри. Ну, тут у тебя... На одно место по два двигателя посажено. Рычаг тут такой же, в принципе. Вот мне, в моей схеме было бы прикольно, наверное, реально увеличить рычаг на кардане, мне кажется, это имело бы смысл. Особенно для таких колес. Давай первое состязание, это будет драк. По прямой посмотрим, кто просто поедет быстрее. Хорошо. Смотри, первое состязание, это гонка драк. Нам нужно просто доехать вот до тех ворот. Кто первым пересечет те ворота, тот забирает себе один балл. Глюк, ты готов? Да. Три, два, один, поехали. Э, Алёс, садись. Что-то у тебя не работает. Да? Посмотрим, у кого что не работает. Ух, жмых, а. Чё так? Коль застрял. Нет, нет, Порше, нет. Ненавижу тебя. Ключок, ну что ты так? Блин, мне не так жалко. Вот ему надо было, именно сейчас ему надо было выскочить. Давай четвертую передачу врублю тогда. Где вообще, почему я в другую сторону стою, господи? Ладно, нафиг, я вот эту руку врублю пониже. Давай, давай, раскручивайся, родная, ну. Я приехал, я пересек финишную линию и жду глюка, у меня есть один балл. Отлично. Давай, глюк, глюк, вперед, вперед, глючок, давай, 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 я верю в тебя. Ты сможешь, ежа. Ну ты дергаешься так. Опять поршень ушел? Я еду на семи поршнях. Нормально, ты как Мерседес, который когда в эконом режиме едет, он остальные поршни отрубает. Нормальная технология. Я, по-моему, всю машину отрубил. Почему у тебя вот такого говна нет, я не понимаю, я ставлю просто машину. Потому что у меня эти поршни, потому что у меня не соприкасаются эти шестерни, они у тебя контактируют между собой, друг с другом. Они у меня вообще в абсолютно разных местах стоят друг от друга, и то бывает такое, что они пролагивают. Все, поехал, езжай, глюк, я тебя подталкиваю, давай. Я тебя не догоняю, алло, ты че? Тебе подталкивать даже не нужно. А что, ты приехал? Нет, я не понял, что случилось. А что случилось-то? Все же нормально, все же должно работать, эй. Капец. Что-то подвыскочило. Короче, я проиграл, я недоволен. Я проиграл, мы записывали этот ролик два дня. Ну, получается, да, два дня, в общем, того, двух недель, а две недели, я бы сказал. На самом деле, да, две недели, потому что у нас перерыв между этими двумя днями в неделю был. Целая неделя была. Хочешь на моей тачке прокатиться? На тебе, месть! Дерби ты выиграл, один-один, все, ничья, глюк, ничья, хорошо. Груз таскать мы не будем, да, я так понимаю, ты не вывезешь таскание груза. Не, ну, кстати, можно быть и вывезет. Смотри, второе испытание это таскание тяжестей. У нас есть четыре резервуара у глюка у меня, посмотрим, кто потащит лучше. Я или глюк. Глюк, ты готов? Да. Давай, 3, 2, 1, поехали. Мда. Мда. Дела, мне кажется, тут складываются. Что-то плохо, все плохо. Я, кстати, на пониженной сейчас еду, чтобы ты понимал. Давай прямую врублю. Сейчас попробую с толкача немножечко еще помочь. Во, 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 ты с толкача поехал. Ну так, он не вытягивает. Какая-то плохая идея, вот эта идея явно получше. Он явно не вытягивает, ему не хватает мощи. У меня шестеренки проскакивают почему-то. Ну куда ты проскакиваешь, глюк? Ага, шестеренки у него проскакивают. Не, ну я вот глюк. Я тебя даже опережаю понемногу, посмотри. Ну да, не, я не спорю. Ну так ты, у тебя есть холостой ход. У меня нет холостого хода, я не сделал себе. Хотя... Ну у меня нафиг не упал, у меня в принципе пониженная передача есть. Я вот на ней за счет пониженной вывожу по ходу. На самом деле я без особых проблем могу сделать себе холостой ход. И ты его уже сделал, да? Да. И что-то он не работает. Крути, 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 крути. Давай, 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 еще крути. Крути эту гадость. Так, мне кажется, у меня опять выскочили эти. Да нет, вроде как, нормально. Ну я еду, я тащу груз, смотри. Давай, ты готов тащить его дальше? Сейчас попробуем еще разочек. Вот это точно вылетело все глюки перед тебя. Я забыл, на холостом ходу случается дичь у меня, понимаешь? Ага. Ну то есть я забыл, что холостой ход это самая плохая штука, которая может произойти с моим транспортом. Вот бы, блин, 16 поршней. Вау, 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 вау. Вау, сразу минус 6 шестер этих поршней. Минус улетел. Пипец. Просто глюк, не, я еду потихоньку, смотри. Я тоже, но не так, как хотел бы. Но я тоже еду не так, как хотел бы. Что за фигня? Короче, это тема с двумя движками. Это вообще шляпа. Короче, чем у тебя больше поршней... На нафиг вылетел опять глюк. Чем больше поршней, тем более стабильным будет движение, и меньше вероятность, что они вылетят. То есть сдвоенные поршни, это вообще как бы классная тема, по идее. Ага. Готов? Да. Что мы делаем сейчас? У меня тоже теперь есть про этот холостой ход. Холостой ход, да. Который не работает. Ни хрена почему-то опять! Вглюк не готов, судя по всему. Почему оно не работает? Объясни... Боже, какая долбоебская тачка! Сюка, как ты меня бесишь сегодня! Два дня тебе фиг... Что вот тебе не... Почему ты не вращаешься? Что у тебя за забастовка такая? Что тут могло... О, вот его типа отбагало. Что это было, блин? Я не понял. У тебя правая сторона работает и... На меня кидаешься. Тут вообще один поршень вообще просто вылетел. Хотя это даже не самая большая мощность. Фиаско-глюк. Короче, я снизил мощность поршня, потому что оно вылетает. Ладно, давай, я попытаюсь заехать. Давай. Три, два, один, поехали. Может быть сейчас как-нибудь... Я, подождать глюк? Че, все что ли? Да ладно. Я бы, я постою, подожду тебя. Так неинтересно. Господи, эти два двигателя наехала. Я не глюк, когда Польщ говорит, что... Сделай я работу двигателей от одного сенсора с одной стороны, чтобы они работали вместе. Ну, их нужность прямо синхронить, тогда понимаешь... Ты не посмотришь, сколько это будет геморроя? Нет глюк, как раз-таки, наоборот, ты бы избавился от всего. я тебе говорил про это там нужно чтобы тогда все такты двигателей они совпадают они будут совпадать но можно себе сделать такую ну типа там один например прокрутится движок а за второй нет что же знаешь как это работает через жопу ты меня бесишь что с тобой не так сегодня технический сход да я вообще не понимаю что с этим вы едет ладно да я еду я может бы сейчас наката немножечко заеду давай 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 ты с накатой то что ты меня пересечешь я буду стартовать глюк едет в горку как же ему тяжело боже ж ты мой давай я поехал тут хорошо если я парочку буквально метров заеду наверх не все это это фиаско братан я поехал причем даже у квантума еще и колеса передние огромные он их тащит и вообще без проблем у щука как это работает и шестеренки я короче протрахал со шестеренками отходил подъем дальше вообще я шестеренки вот точно такие шестеренки один в один как у квантума две раскладываются одна не раскладывается я перестраил 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 она не работает да конечно же я не не удивлен в принципе да дальше мы не давай давай газа не может быть сейчас как-нибудь газа нем а интересно вот смотри у меня сейчас шестеренки большие глюк попытался сейчас изменить подход но он не сработал совершенно хотя бы всю его часть работает все ребят пошло в жопу вся вот это вот механическая херобора я разозлен максимально просто этой шняга я ее разобью расколошмачу я ее уничтожу и молодец не расстраивайся глюк вот не я виноват я пошел ребятки вот такое у нас получилось гонка терпеть не могу эту машину самым и ненавидимая так ты что-то там им кушать а голосом он присутствует зажим их уже успел смыться отсюда ребятки с вас лайк с вас подписка ссылка на канал квантового в описании всем удачи всем баба пока пока глюк красавчик не обижайте его подписаться должен на глюк ты подпишись если ты не злюка подпишись на меня лайк ты поставь этому видосу будешь ты круче любого утконоса бара 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 бара